Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нирова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. На базе Хапецкого гипсового завода открылось производство гипсокартонных листов. Госдума предложила ввести льготы и кэжбэк на туризм для семи участников специальной военной операции. С 1 февраля этого года будет проиндексирован материнский капитал на 12,4%. И в Карачаич-Еси впервые разработана программа комплексного развития молодежной политики. Далее подробности. На минувшей неделе Карачаич-Еси с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Он провел двустороннюю встречу с главой Карачаич-Еси, а затем вместе с Рашидом Тимрезовым принял участие в торжественном пуске нового цеха по производству гипсокартона. За год там планируют выпускать от 15 до 20 миллионов губометров стройматериалов, что позволит покрыть потребности в гипсокартоне не только Северного Кавказа, но и всего Юга России. Я хочу сказать, что перспектива предприятия хорошая. Хочу поблагодарить руководство республики за поддержку этого проекта, собственников этого предприятия, за те не только желания, но и за стремление в реализации и доведение этого проекта до логического завершения. Руководитель региона Рашид Тимрезов в ходе церемонии открытия нового производства поблагодарил вице-премьера за активное участие в развитии промышленной отрасли республики, за его поддержку и внимание к промышленным предприятиям региона. На самом деле мы видим практические результаты от той поддержки, которую сегодня мы чувствуем и со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации. Уверен, что в этом году у нас еще будут такие прекрасные события, как открытие новых предприятий, производственных линий. Мы промышленный регион, хоть может быть и не такой большой в рамках нашей страны, но в то же время, и это сегодня подтверждает визит заместителя-председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова к нам в республику, то, что для нашей страны, конечно же, и для нашей республики любые предприятия очень важны. Новый завод мощностью 15 миллионов квадратных метров гипсокартона в год будет производить и реализовывать продукцию, помогающую обеспечить технологический суверенитет России вместо иностранных аналогов. При этом гарантию поставки качественного отечественного сырья обеспечивает гипсовое месторождение, расположенное на территории Карачаичьей Кеси. Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард 350 миллионов рублей. Напомним, Хабецкий гипсовый завод специализируется на производстве гипса, сухих смесей на гипсовой и цементной основе, асфальтобетона, бетона и т.д. Завод основан в 1991 году. Компания прошла путь от небольшого производства, выпускающего два вида продукции – гипсового вяжущего и гипсовых блоков, до современного предприятия, в ассортименте которого более 40 наименований продукции. У компании широчайшая география поставок от Северокавказского федерального округа и ЮФО до Сибири и Дальнего Востока. По оценке Российской гипсовой ассоциации на долю Хабецкого гипсового завода приходится 4% российского рынка сухих строительных смесей и 6% рынка паза гребневых плит. В ходе составшейся двусторонней встречи с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым, обсуждены расширения, модернизации и строительства новых производств до капитализации регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создания в Карачае-Черкесии индустриального парка на базе бывшего автомобильного завода «Деревейс». Денис Мантуров заявил о том, что готов поддержать озвученную инициативу Рашида Демрезова по созданию производства канатных дорог. Он также поддержал предложение главы Карачае-Черкесии расширить возможности федеральной поддержки РФРП по Северокавказскому федеральному округу, по аналогии с регионами Дальневосточного федерального округа, а также Крыма и Севастополя, где на 90% проекты финансируются со стороны Федерального фонда развития промышленности, а на 10% из регионального. Кроме того, глава Минпромторга России предложила региональным предприятиям включиться в работу по кластерной инвестиционной платформе. Она дает доступ к льготному заемному финансированию для производителей критически важной продукции. Глава Карача-Черкесии Рашид Демрезов побывал с рабочей поездкой в Хабезском районе, где в этом году продолжается реализация масштабного проекта по строительству группового водопровода, плюс работы на социальных объектах, скорый капитальный ремонт поликлиники Хабезской центральной районной больницы, строительство нового корпуса лицея-интерната и капитальный ремонт школ в Хабезе и Беслинея. Глава региона также лично ознакомился с ходом строительства в Хабезе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится по социальной программе «Газпром детям». Информацию комментирует руководитель подрядной организации Артур Никогосян. Наш спортзал будет общей площадью 1500 квадратных метров, оснащен двумя большими залами, один в 150 квадратных метрах. Тренажерным залом мы второй зал, большой, для игровых видов спорта, 750 квадратов. Наш спортзал обладает двумя раздельными гардеробными для разнополных спортсменов. Госдума предложила ввести льготы и кэшбэк на туризм для семи участников специальной военной операции на Украине. Семьи жителей Карачао-Черкесии, принимающие участие в СВО, также могут получить льготы на туризм. Комитет Госдумы по экономической политике предложил предоставить участникам специальной военной операции и их семям туристические сертификаты и льготы на санаторно-курортное лечение. По словам зампреда Комитета по экономической политике Надежды Школкина, необходимо предложить жителям новых территорий, их семям, а также участникам специальной военной операции туристические продукты, в том числе сертификаты, рассмотреть возможность установить кэшбэк и принять решение о льготах на перелеты и проезд железнодорожным транспортом. С 1 февраля этого года планируется проиндексировать материнский капитал на 12,4%. Размер выплаты на первого ребенка составит 589 600 рублей и 779 000 на второго ребенка. Индексация коснется и тех граждан, кто уже получил выплату на первого ребенка, но еще не получал на второго, а также тех, у кого еще осталась часть неиспользованных средств материнского капитала. Например, родители, получившие мат-капитал на первого ребенка, на второго в текущем году смогут получить почти 190 000 рублей. В прошлом году эта сумма составляла более 168 000. Такое увеличение напрямую связано с уровнем инфляции. Сумма материнского капитала будет проиндексирована и в 2024 и 2025 годах на 5,5% и 4%, соответственно. Более 200 000 тонн сахарно-секлы собрали аграрии Карачао-Черкеси в прошлом году, что на 15% выше показателей прошлого года. В регионе за прошедший год собрано более 408 000 тонн зерна, увеличение на 6,7%. 210 000 тонн сахарно-секлы при урожайности 420 сантиметров с одного гектара, увеличение более чем на 15%. Кроме того, собрано 22 500 тонн картофеля при урожайности 150 сантиметров с гектара и овощей около 5000 тонн. В структуре сельскохозяйственных угодий республики более 70% пассивных площадей отводится под зерновые культуры, в том числе кукурузу на зерно, яровую и озимую пшеницу, ячмень и овес. 5% под кормовые культуры – это кукуруза, корнеплоды, травы. 17% на технические культуры, сахарную свеклу, подсолнечник на зерно и 1% на овощи открытого грунта. Под урожай 2023 года планируется произвести сельскохозяйственных культур на площади 125 000 гектаров, в том числе сев яровых сельскохозяйственных культур на 100 000 гектарах. И в продолжение этой темы. Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка техники к весенним полевым работам. В республике числится 2 119 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 467 единиц тракторов всех модификаций, 106 единиц зерноуборочных комбайнов и необходимое количество инвентаря, требующегося по технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Готовность техники к весенним полевым работам составляет 92%. В Карачаево-Чехесии впервые разработана и готова к реализации программы комплексов развития молодежной политики. По словам руководителя региона, в текущем году предстоит большой фронт работы, который предполагает вовлечение в общественную и социально значимую деятельность, работу по выявлению и развитию творческого научного потенциала молодежи региона. Так, в этом году откроется Республиканский дом молодежи, на базе которого будет создано каворкинг-пространство для молодых предпринимателей, творческая мастерская и лекторий. В рамках программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году откроются два молодежных центра со всем необходимым оснащением для эффективной работы с молодежью по развитию их профессиональных, личных и социальных качеств. Еще одним элементом программы станет создание корпоративного университета. Это пространство объединит в себе Центр подготовки специалистов в двух востребованных отраслях в сфере легкой промышленности и туризма, а также школу программирования, интеллектуальный клуб и Республиканский центр развития добровольчества. Вместе с тем летом начнет свою работу молодежный палаточный лагерь на 90 мест, где будут проводиться образовательные тренинги. Кроме прочего, на этот год закланированы десятки форумов, в том числе грантовых и сотни других различных мероприятий для молодежи. Федеральная служба судебных приставов России запустила голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Теперь жители Карача-Чикесии и из общения с голосовым ботом могут получить информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также об ограничениях на регистрацию имущества и выезд из страны. Полина – это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 400, круглосуточно и готова ответить на любые вопросы, рассказывает заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов в России по Карача-Чикесии Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов ФССП России, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом исполнителя. Ну и в заключение выпуска новости спорта. Свыше 300 юных спортсменов России приняли участие в межорегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Теймураза Бабухади, который прошел в Черкесске. Соревнования проводились во дворце спорта «Юбилейный» среди борцов разных возрастных категорий от 8 до 12 лет. Всего турнир собрал более 30 команд из самых разных регионов России – Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии Алании, Архангельской и Московской областей, Ставропольского края и Карача-Чехеси, Кубани, Крыма и Югры. Сборная нашей республики завоевала различные награды. Победителями стали Назар Киков, Алим Гогов, Артур Туаршев, Тимофей Малиночкин, Эмир Ксалов, Рахим Сатемиров, Ренат Выков, Ильдар Меремуков, Давид Григорян, Ансар Кунижев, Нарт Псиунов и Азамат Нахушев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. Утром местами на дорогах региона Гололедица. В горах местами плюс 7,12 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В республиканской столице без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин